МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Прямо сейчас о главных событиях в республике в студии Ольга Пырочкина. И сегодня в нашем выпуске. Лазерные станки и 3D-принтеры. Сегодня в Новочебоксарске открылся детский технопарк. Время, деньги. В Чебоксарах заработают новые платные парковки. Праздник к нам приходит. Столичные парки начали готовиться к Новому году. Большие средства на большие цели. 1,5 миллиарда рублей на благоустройство городов и районов. Михаил Игнатьев подписал указ о дополнительных мерах по повышению комфортности среды проживания граждан. Как распорядиться средствами и добиться желаемых результатов обсудили сегодня на совещании в Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ. В нем участвовали и главы муниципалитетов. Шаг за шагом осваивать средства необходимо оперативно и эффективно. Ориентиры уже намечены. У нас разработано порядка 36 площадок на сегодняшний день, но где-то в течение двух недель порядка будет под 50 площадок. То есть они уже имеют вид, эти площадки, эскизы. К этим эскизам уже посчитана укрупненка. Детская площадка с покрытиями, два вида покрытий. То есть два вида покрытий и плюс игровое оборудование. То есть все уже просчитано. Вам только остается что сделать. Проинвентаризировать дворы. Посмотреть, как вы будете привязывать с учетом существующих сетей. Каждый объект должен пройти экспертизу. Итогом станет проектно-смекная документация, в которой будут учтены все нюансы будущей работы. Принцип «семь раз отмерь» поможет избежать ошибок. Посмотреть, как вы будете привязывать с учетом существующих сетей. Что мы сделали площадку, и потом через два года мы будем ремонтировать с вами сети. То есть этого не должно быть. Благоустроенные зоны отдыха, новые эко-парковки, световые улицы, уютные и красивые дворы. Плюс современные детские площадки с покрытием, игровым и спортивным оборудованием. Как и куда направлять средства, определит комиссия на месте. Проекты отберут, исходя из особенностей дворов. Учитывая перечень элементов благоустройства и максимальной стоимости работ. Отметил Алексей Грищенко. И здесь чиновники очень рассчитывают на неравнодушных граждан. Вы сами приоритеты с людьми определите. Решение за вами. Сделать как? Еще раз говорю, это с людьми нужно обсуждать. Работа будет проводиться поэтапно. До 1 февраля 2020 года все проекты должны быть согласованы с главным архитектором. До 1 апреля уже заключены контракты. Наталья Мальчикова, Валерий Резюков. Республика. Бюджет на следующий год во втором чтении приняли сегодня депутаты Государственного совета Чувашии. 63 миллиарда 800 миллионов рублей. Таков консолидированный бюджет Чувашии на следующий год. Он с профицитом в 200 миллионов. Основные статьи расходов образования соцсферы здравоохранения. Больше 4,5 миллиардов пойдут на строительство, ремонт и содержание дорог. 200 миллионов направят на ремонт водонапорных башен для обеспечения жителей чистой питьевой водой. Миллиард 200 миллионов на оздоровление Волги. В Чебоксарах построят очистные для ливневых стоков. Впрочем, денег, как всегда, меньше, чем хотелось бы потратить. В итоге полтора часа прений. Фракция КПРФ, Государственный совет Чувашской республики, также не будет поддерживать предлагаемый законопроект о республиканском бюджете на 2020 год. Наше предложение по страхованию работников скорой медицинской помощи не было поддержано. Конечно, можно говорить многое в плане того, что не даем туда, не даем сюда, но как формируется бюджет, вы все прекрасно здесь сидящие знаете. Он формируется задолго до сегодняшнего дня. Очень хочется отметить на следующий год вступление в силу новой программы комплексного развития сельских территорий. И здесь основное, я считаю, это льготная ипотека для селян 3% годовых. Мы были против и в первом чтении, и сегодня подтвердили свою позицию, потому что не нашли оснований, чтобы проголосовать за. Та работа, которая была поставлена по, так скажем, разработке вот этого бюджета, мы считаем, поставлена абсолютно неверно. Мы были и на публичных слушаниях, куда должны приходить представители общественности, просить денег, если где-то что-то не хватает. Никто туда не приходит. В итоге парламентская оппозиция целиком голосует против бюджета, потому что там нет предложенных ими статей расходов. Парламентское большинство голосует за, потому что нельзя ставить без средств существования важные сферы. Принципиально важным, я считаю, что бюджет принят. Это означает, что с января следующего года строители могут не беспокоиться, детские сады будут строиться. Это означает, что учителя могут не беспокоиться, в бюджете заложены деньги на обучение наших детей. За каждыми цифрами стоит конкретный объект. Например, по Ядренскому району в этом году сдана школа. Два ФАПа дадутся. А по следующему году только опять по Ядренскому району. Это очистные изоружения. Это утилизация свалки. Большинством голосов бюджет принят. На сессии также говорили об индивидуальной программе социально-экономического развития региона. Выгода включения этих 10 регионов заключается в том, что по всем инвестиционным проектам, которые софинансируются с федерального бюджета, уровень софинансирования со стороны федерального бюджета будет составлять 99%. У нас там где-то 4,5 миллиарда, я понимаю, на этот год где-то федеральный бюджет на инвестиции должны прийти. А стало быть, 1% только здесь нужно набирать. Строители, с которыми я в республике говорил, они в целом довольны этим предложением, что мы вошли в состав отстающих регионов. С другой стороны, приняли приоритеты такие, что этим 10 отстающим регионам в первую очередь будут выделяться школьные автобусы, машины скорой медицинской помощи. И третье, по-моему, касается детей-сирот. Я где-то, может быть, точно не могу сейчас вам формулировать вот третий приоритет. Они будут пользоваться этим приоритетом. Кроме того, госпрограмма действительно индивидуальной республики и других республик пока она не утверждена. Если она будет утверждена, она будет дополнительно здесь финансироваться. Но весь вопрос заключается в том, что в следующем году опять будут 10 регионов. И в конечном итоге там будет подробный такой рассвет вести к тому, что Чувашия может уйти из этого списка. Другие, наоборот, туда, в общем, подойти. Конечно, мы хотели бы уйти, но одновременно при нынешней финансовой бюджетной политике нужно воспользоваться этими преимуществами. На парк «Квантори» о моих возможностях в сюжете Дмитрия Ковалева. Вот так открываются двери в мир науки. У красной ленты круглые отличники, призеры Олимпиад. Ребята готовы покорять новые высоты. Как создать микрочипы с деталей масштабом в 20 нанометров? Уже скоро ребята освоят и эту науку. Лаборатории «Кванториума» оснащены самой современной техникой. Среди наставников – преподаватели ведущих вузов республики и специалисты предприятий. Главная задача – развивать у школьников инженерные компетенции. Изначально берется кремний, здесь нарезаются пластины. И как раз эту архитектуру мы видим на экране, что проводником выложены различные дорожки. В хай-тек-лаборатории лазерные станки и 3D-принтеры. Из распечатанных деталей ребята планируют собрать робота-гида. Который должен будет отвечать на вопросы, типа, сколько «Кванториумов» есть. Гидом по республике для иностранных туристов станет и мобильное приложение. Эту программу в следующем году намерены создать в лаборатории «Кванториума». Но пока прогуляться по виртуальному миру ребята могут с помощью специальных очков. Глава региона отметил, что детский технопарк должен стать полигоном для экспериментов и новых проектов. Учебная программа уже началась, и чтобы не мешать ребятам, здесь просят разговаривать только в полголоса. Прямо сейчас в этой лаборатории изучают основы солнечной энергетики. Сколько там сейчас КПД? 4 ватт. Когда солнечные световые лучи попадают на всю площадь панели. Детский технопарк в городе «Спутники» создали в рамках национального проекта. Из федерального и регионального бюджетов направили более 100 миллионов рублей. Михаил Игнатьев отметил, что это инвестиции в подготовку квалифицированных специалистов для экономики. Чтобы в этой конкурентной среде вы были самыми умными, самыми подготовленными людьми. Высокотехнологичное дополнительное образование вскоре будет доступно не только жителям крупных городов. В ближайшие годы в республике создадут и три мобильных кванториума, благодаря которым изучать точные науки будут и жители отдаленных от столицы региона муниципалитетов. Дмитрий Ковалев, Андрей Шоклев, Республика. Вопросы профилактики терроризма в молодежной среде обсудили в Канаше. Оружие, средства защиты, специальные машины, правоохранительные органы и силовые структуры республики продемонстрировали ребятам оборудование особого назначения. Здесь же параллельно можно было примерить на себя сразу несколько профессий спасателя, полицейского следователя. Сотрудники различных ведомств рассказали о своей работе и об опыте, накопленном в области антитеррористической деятельности. Канаш не случайно выбран в качестве площадки для семинара. Город Канаш сегодня крупный железнодорожный узел. Через город Канаш идут большие потоки транзитные. Поэтому это очень актуально становится. И делается для того, чтобы наши студенты, может быть, какую-то профориентацию прошли и выбрали своим путем как раз службу в силовых структурах. Особое внимание специалисты уделили интернет-безопасности. Как предотвратить атаки в интернете, помешать распространению ложной информации и что делать, если тебе пишут незнакомые люди? Нам рассказывали, что любой репост, любой пост и любая информация в интернете, которую ты, так скажем, подаешь от себя, может выступить против тебя. Когда просто это скажут, например, ну где-то на улице ты услышишь, терроризм это плохо, это будет одно. А когда тебе наглядно покажут, какие могут быть последствия у этих действий, это уже совсем другое. Это более наглядный пример, он более будет оказывать влияние на тебя. Наградами отметили победители конкурса молодежных проектов «Мое будущее в Чувашии». Допинговый скандал в Чувашии стал поводом для создания независимой рабочей группы, в чьи обязанности входило выяснение всех обстоятельств и условий нарушений правил спортсменам и их персоналам. Накануне группа завершила работу и обнародовала ее результаты. Рабочую группу, в составе которой спортивный юрист, бывший следователь по особо важным делам и специалист по организации здравоохранения и антидопингу, создали по решению кабинет министров Чувашии. Мы посчитали не только свое желание, но и своей прямой обязанностью разобраться в той ситуации, которая якобы есть в республике. Ну и с помощью независимой комиссии, может быть, определить, как сейчас принято и модно говорить, ту дорожную карту, при помощи которой мы поэтапно приведем все состояние нашего спортивной отрасли в нормативный акт. Спортсмены попали в сложную ситуацию из-за крайне низкой квалификации спортивных врачей. Как пояснил Артем Патцев, медики назначали обычные препараты, например, глюкозу и физраствор внутривенно, в дозировках, которые широко применяются в медицинской практике, но ни в коем случае не разрешены у спортсменов. Это все равно, что назначить, допустим, какой-то запрещенный в спорте просто препарат, ссылаясь на те или иные нормативные документы, которые существуют для обычных пациентов. Спортсмены – это необычные пациенты. И доктора спортивные – это как раз те люди, которые должны знать, как применять те или иные препараты, какие можно применять, какие препараты можно применять в определенных дозировках. Помимо ответа на вопрос, кто виноват, в докладе независимой рабочей группы по выяснению обстоятельств и условий нарушения антидопинговых правил даны рекомендации, что делать. Выводы касаются всех заинтересованных сторон. И РУСАДе надо изменить вопросы, по крайней мере, подхода к проведению своих расследований. И Министерству спорта Чувашской республики необходимо срочно принять меры совместно с региональными федерациями по видам спорта в плане образовательных мероприятий и для тренеров, и в первую очередь для тренеров, а также, конечно, для спортсменов. Что же касается врачей, в Центре спортивной медицины произошли серьезные кадровые перестановки. Сейчас проводится работа по повышению квалификации. Руководитель независимой рабочей группы Артем Пацев отметил, что такая практика изучения обстоятельств и условий к совершению нарушения антидопинговых правил для России – новшество. Я считаю, это очень правильный шаг, тот шаг, который предпринял Кабинет Министров, поскольку подобный подход, по крайней мере, в спорте, характерен для всех более-менее развитых стран и текущих каких-то процессов. По словам Артема Пацева, рабочая группа пришла к выводу, что нарушение антидопинговых правил спортсменами в Чувашии не является следствием намеренной политики медицинских учреждений или спортивных организаций. Елена Гальперина, Валерий Резюков, Республика. На какое время отложили введение новых правил медосмотра для водителей и почему микрофинансовые организации не смогут выселять должников из единственного жилья? Об этом в рубрике «Правовые новости». Огромные очереди в наркологических диспансерах. Этим обернулось намерение Минздрава страны ввести в медосмотр водителей дополнительные анализы на употребление наркотиков и злоупотребление алкоголем. Новые правила должны были вступить в силу 22 ноября. В связи с возросшей напряженностью в обществе по причине достаточно высокой стоимости указанных справок, а в некоторых регионах стоимость справок достигала 6000 рублей, Минздраву принято решение об отложении срока введения указанных положений до 1 июля 2020 года. Однако после указанного срока вышеупомянутые анализы все же станут обязательными. Из того, что вступило в силу, отныне запрещено давать потребительские микрозаймы под залог жилья, будь то дома, квартиры, доли в общем имуществе или строящееся жилье по договору долевого участия. Вступающий в силу закон призван предотвратить ситуации с мошенничеством, когда заемщики лишаются жилья, стоимость которого многократно превосходит сумму самого кредита. Это ограничение не касается микрофинансовых организаций с госучастием, выдающих займы на развитие представителям малого и среднего бизнеса, а также индивидуальным предпринимателям. Кроме того, микрофинансовые организации продолжат выдавать кредиты частным лицам под залог нежилых помещений. С 1 ноября иностранные граждане получат бессрочный вид на жительство. Ранее такой документ нужно было продлевать каждые 5 лет. При этом постоянно проживающий в России иностранец, имеющий вид на жительство, обязан будет периодически подавать уведомления о подтверждении своего проживания в нашей стране. Если непрерывно в течение любых двух календарных лет иностранец не пришлет такое уведомление, вид на жительство будет аннулирован. Исключение установлено только для одного случая. Высококвалифицированным специалистам документ выдается на срок действия разрешения на работу. Данное правило распространяется и на членов их семей. Срок выдачи временного разрешения на проживание сокращен с 6 до 4 месяцев. В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Чувашу установили первый автоматизированный пункт весового контроля. Процедура взвешивания большегрузных автомобилей в разы упростилась. Цифровые технологии пришли на смену привычным для автомобилистов передвижным пунктам весового контроля. Теперь взвешивание и замер габаритов большегруза производятся без остановки автомобиля. Более того, водителям не приходится даже снижать скорость. Работают такие весы круглосуточно, в непрерывном режиме. Все расчеты формируются автоматически. Такой пункт автоматического весового контроля уже действует на 190-м километре автодороги Чебоксары-Сурская. Пока в тестовом режиме. Здесь представлен ряд датчиков, которые отвечают за съем показаний, таких как параметры непосредственно автомобиля и определяющий вес автомобиля. Датчики встроены как на самой рамке, так и в дорожное полотно. Это одно из самых сложных технологических процессов. Основная задача была очень качественно установить эти датчики, дабы все измерительные процессы проходили в штатном режиме. Глобальных задач у автоматизированного пункта две. Сохранение дорожного покрытия и контроль транзитных и внутренних грузоперевозок. Рамка установлена именно для того, чтобы выявлять те автомобили, которые проезжают без оплаты, без разрешения, без пропусков. Оборудование, установленное на рамке, делает замеры по габаритам и весу. В случае перегруза или негабаритности информация незамедлительно высветится на информационном табло, фиксируя нарушения стандартов. Затем данные для обработки передаются в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений ГИБДД по Чувашской республике. В Чувашии планируют устанавливать по одному стационарному посту в год до 2024 года. В рамках стратегии развития транспортной инфраструктуры. Уже в это воскресенье в центре Чебоксар заработают 13 новых платных парковок. Как они будут, организованы, расскажет Рифат Фаткулин. Дом МОД, национальный конгресс, гостиница Чувашия. Чаще всего площадки возле этих зданий превращаются в стихийные стоянки. Автомобили заполонили территорию около залива, вдоль домов по улице Ленинградской. Постоянные пробки-помехи для проезда общественного транспорта заставили администрацию столицы поэтапно создавать платные муниципальные парковки. Так можно увеличить оборачиваемость парковочных мест, систематизировать работу уже существующих. Не будет и паркоматов, тариф не изменится. Однако есть свои нюансы. Будут изменения в части бесплатного времени размещения транспорта. На текущих парковках он будет составлять 15 минут. На новых возле магазинов 60 минут. Возле электроаппаратного завода будет составлять 120 минут. Плата будет происходить через сайт. У нас будет релиз 1 декабря. Сайт будет называться checkparking.ru. Также будут новые мобильные приложения. И смс-сообщения. Контролировать оплату будет специальный патруль. Он будет регулярно совершать объезды в будни с 8 до 20 часов. В машине установлена специальная камера автоматических фото-видео фиксации. Машина проезжает, фиксирует на данное оборудование все номера. Эти номера отправляются на север. Автовладельцам советуют заранее разобраться в схеме и способах оплаты. Рифат Фаткулин, Республика. Праздник к нам приходит. Если снега мы все еще ждем, то с праздничным оформлением проблем нет. В Чебоксарах активно готовятся к Новому году и длинным каникулам. О том, что нового нас ждет в столичных парках в этом зимнем сезоне, в нашем сюжете. В городских парках готовятся к самому любимому празднику детей и взрослых. Подготовка идет самая серьезная. Больших и маленьких любителей собак приглашает Лакреевский лес. В этом году здесь предстоит обширная программа с четвероногими друзьями. 29-го начнутся у нас мероприятия. 29-го большое открытие новогоднее. Будет большая театрализованная программа, которая закончится представлением хасок. То есть мы в этом году решили сделать большое общение наших посетителей с собачками. На протяжении всех новогодних праздников можно будет прокатиться на собачьих упряжках, а также взять в прокат снегоходы и лыжи. Для активного семейного отдыха в парке будет построена одна из самых больших горок в городе. Длина ее поката составит 300 метров. Выбор в пользу ее строительства сделали горожане на портале «Открытый город». Любители льда ждут в парке Николаева. Здесь начали работу два катка. Профессиональные тренеры будут учить горожан кататься на коньках и даже играть в хоккей. В связи с реконструкцией Красной площади главной новогодней площадкой станет парк «Амазония». Там оборудуют большой зимний городок с катком, где будет работать школа фигурного катания. Центральный вход в парк украсит новогодняя ель. На территории появятся световые мосты и арки. Дети и взрослые смогут посетить резиденцию Деда Мороза, сделать красочные фотографии. Напомним, что световое оформление парков планируется завершить к 1 декабря, а к 20 декабря закончить строительство снежных объектов. Богдана Дойникова, Республика. Это главные новости к этому часу. До свидания.